Приветствую вас! История здесь такая. Если у человека есть мечта, и если вам предлагают помочь с реализацией этой мечты вашей, то, соответственно, я думаю, что потерпеть ради мечты можно. Ну, потому что вы всё-таки знаете, если вы не знаете, сколько времени вам там надо будет, то, я уверен, знаете хотя бы то, какая нужна сумма вам для этого, ну, для того, чтобы вот, ну, чтобы всё получилось, да, то есть вы можете ориентироваться здесь не на время, да, там, допустим, не на время работы, а вы можете ориентироваться там на деньги, вот. Так что думаю я, значит, что ситуация складывается вот именно таким образом, что у вас есть мечта, да, у вас есть мечта, вы к этой мечте знаете как идти, вот, но вы не идёте к ней. То есть вы идёте, но вам всё равно не хочется. И поэтому, потому что вы именно ненавидите работу, то есть вы не можете работать так, да, вы не можете работать так, чтобы относиться к работе только как к работе. Вот, если ситуация складывается таким образом для вас, то это вопрос. Вопрос значения мечты для вас. Вопрос отношения к труду вашему, ну, вопрос отношения, значит, к вашему труду, к тому, что вы делаете. Вот, и так далее. Такая история. Понимаете? Потому что вам, в противном случае, никто и ничто, да, не мешает, допустим, относиться к работе как к неизбежному злу. То есть просто работать, просто выполняйте своё дело и всё. У вас именно ненависть. И вопрос, откуда? Откуда ненависть? Понимаете? Она ведь взялась не просто так. Это ненависть, правильно? Так что нужно понять, откуда она взялась. Ненависть всегда, это следствие, следствие того, что нечто, какие-то, ну, какие-то аспекты, какие-то моменты, да. Вам нужно определить, чего лишает вас, значит, чего лишает вас. Вот работа конкретно. Подумимся об этом как следует. Какого состояния вы лишаетесь в этом аспекте. Вот. Ну, тут нужно хорошенько поразмыслить, на мой взгляд, вам. Тут у нас идёт, идёт навёршивая идея. Когда вы говорите, что даже выходные не можете перестать думать. Апом, ну, что, ну, вам идти на работу придётся. Вот. У всего этого есть, конечно, основания. Вот. Я не знаю, какие основания. Я не знаю. Я не знаю, какие основания. Но они есть. И, на мой взгляд, на мой взгляд, разбираться нужно с этим вам уже сейчас. Потому что, если вся работа, которую вы делаете, является для вас нелюбимой. Ну, это вопрос вашего отношения. Вашего отношения именно к себе. К самой себе. Вот. Навязчивые идеи, это запрет. Навязчивые мысли, это запрет. Запрет на что-то. Что-то нужно поисследовать. Вот. Чтобы себе запрещать. И там дальше уже выявить источник этого запрета. Так, радует только день получения зарплат. Пишите вы. Радует день получения зарплат. А чем он вас радует, день получения зарплат? Как? А вы? Вот. Как вы? Ну, грубо говоря, как вы, грубо говоря, чувствуете себя? А, ну, вот. В этот момент. То есть, что вы чувствуете? Понимаете? Какая история. Вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что именно это вам в первую очередь и нужно определить. Вот. Мне кажется, что именно вот это состояние, значит, ну, состояние, когда вы чувствуете себя как-то, знаете, хорошо. в момент, именно в момент, именно в момент, когда получаете, так скажем, зарплату. Да? Вот. Вот. Вот я думаю, что здесь, здесь, в этом, в этом у вас и вкроется ответ, ответ. на ваш запрос, собственно говоря, который вы задаете, как справиться. то есть, вот это вот состояние, да, ваше, вот это вот ваше состояние, когда вы, ну, не можете, не можете чувствовать себя хорошо до тех пор, пока, значит, ну, до тех пор, пока не получите зарплату или что-то, да. типа, или что-то типа того. Вот это состояние, его нужно исследовать, его нужно исследовать в обязательном совершенно порядке, вот, значит, потому что в нем, в этом, в этом, ну, в этом состоянии. и есть ответ на ваш, собственно говоря, вопрос, который вы, значит, задаете, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. Дальше идем. Дальше идем. Вы пишите. До этого я тоже работал и так же меня все не устраивало. Ну, вот, тоже, тоже, такой достаточно важный, я бы даже сказал, интересный момент. Вы считаете, вы считаете, ну, может быть, может быть, вы считаете, так, я не знаю, вы считаете, что на работе вас должно все устраивать. Понимаете, на самом деле это ни в коем случае не так, потому что работа далеко не всегда означает удовольствие. Понимаете? Понимаете? Вот. Ну, далеко не всегда работа означает удовольствие. Вот. Поэтому весь вопрос в том, как вы относитесь к тому, что делаете. Ну, хочется вам, там, стать визажистом. Та, например. Ну, прекрасно, что хочется вам стать визажистом. Вот. Но в таком случае, в таком-таком случае, если вы работаете на нелюбимой работе, да, которая вам не нравится, то вы работаете для чего-то другого. А вам этого недостаточно. И достаточно настолько, что, ну, видимо, вы даже готовы уволиться, настолько вас это сцепляет и задевает. Вот. Ну, вот, соответственно, об этом и речь. Вот. Явно здесь идет какой-то внутренний, внутренний конфликт. Явно. Явно. Какой-то внутренний конфликт здесь у вас идет. И этот внутренний конфликт меня, конечно, очень интересует, очень волнует, очень... Это важно. Это важно. Это важно. Очень, очень важно. Понимаете? Вот. Уволилась, устроилась на новую, то же самое. Ну, а, понимаете, вопрос-то в чем? Вопрос в чем? Для чего? В какой мотив работать вам? Понимаете? То есть, если вы хотите работать, чтобы получать деньги, да, это одно. Ну, например. Это другое. Совсем. Если вы там работаете еще по какой-то причине, да, это третье. Понимаете? Вот. И в общем-то, в общем и целом, в общем и целом, мне кажется, мне кажется, что весь ваш акцент нужно делать именно на то, чего я жду, чего я жду от работы. Что я жду, чего я хочу, чего я ожидаю от работы. Понимаете? Вот. Вот это важный момент. Если вы действительно хотите, ну, вот, как-то, вот, понять, что вообще с вами происходит. Вот. Если вы действительно, ну, действительно хотите определиться с тем, как вам двигаться дальше. Вот. То есть, система ценностей, что я вкладываю в работу и так далее. У меня есть мечта, печатевая, чем я хочу заниматься, но для этого нужны большие заплаты, и я хочу стать визажистом. Давайте мы здесь тоже не будем спешить, да, и подумаем, что такое мечта? Что для вас мечта? Что для вас мечта? Что значит, вот, то, ну, то, о чём вы, то, о чём вы мечтаете? Что это значит? Что вам хочется, что вам нужно, что вам интересно, вот, что вам важно, если угодно, так, ну, так сказать, вот. То есть, подумайте, вот, подумайте, вот, как следует на эту тему всю, понимаете? То есть, вы хотите сказать, вы хотите сказать, что визажистами становятся только наши, там, все люди, да? которые, ну, вы хотите сказать, что визажистами становятся те люди, которые, значит, по факту, складывают много денег в то, что он делал. Такая история. Так вы хотите сказать? А, признаться честно, я не думал. Так. Если честно. То есть, я верю в то, что в вашем случае нет других, значит, способов. Я верю. Я верю. Я верю в это. Верю. Правда. Правда верю. Верю в то, что вы не видите других способов. Это так. Но, несмотря на это, несмотря на это, уверен, что визажированием вы можете заниматься уже либо сейчас. Опять же, ну, все это, все это можно рассмотреть, да? Все это можно разложить более подробно по полочкам. Что для меня такое визажист, да? То есть, что мне нравится в этом. Что мне нравится, что мне не нравится, да? Вот. Чего я жду, чего я ожидаю там и так далее. Вот. Все это, безусловно, нужно разбирать. Все это, безусловно, нужно как-то вот осматривать. Осматривать. Ну, вот. С вами. Вот. Для этого нужны большие заброты. Я хочу стать визажистом. Об этом я и сказал, да? Мощник согласен помочь, но для этого надо подождать и подкопить. Ну, вот. Сколько подождать? Зависит от того, да, что нужно подкопить. А, сколько нужно подкопить? Да, понимаете? Вот. Ну, вам 20 лет. Может быть, вы не будете пока работать вообще. Может быть, вы получите сам или что-то ещё. Понимаете? Вот. Ну, и опять же, очень важно понять, что вы вкладываете в эту вот профессию визажиста. Вот. Потому что, как я уже сказал, да? Что, ну, как я уже сказал, визажирование – это достаточно сложная такая профессия. И, в общем, в общем, вы пробовали заниматься? Вот. Мощник согласен помочь пока работать на своей ненавистной работе. Ну, а какая работа для вас нененавистная? Понимаете? Вот. Давайте так пойдём. Вот по обратному. А ненавистная, нененавистная работа для вас, она какая вообще? Вообще. Вот. Понимаете? То есть, что для вас? Что для вас? Нененавистная работа. Ну, тоже, тоже вот, тоже вот подумайте на эту систему. Как следует. Вот. Значит, дальше. Я не знаю, в какое время мне ещё придётся там работать. Но больше всего на ответе я этого не хочу. Подумайте, что вас раздражает? Ведь что-то раздражает. Очевидно же, совершенно, что что-то вас раздражает. Я хотел бы знать, что именно. Понимаете? Я хотел бы знать, что именно вас раздражает. Для того, для того, чтобы, да, с этим работать. Вот. Даже мысли о том, что всё это дело ради своей мечты мне не помогает. Ну, понимаете? Вот, мечта, мечта, да, она у вас, как видится мне, мечта, она у вас, знаете, не очень, я бы сказал, определённая. То есть вы, то, что вы хотите быть визажистом, это здорово. Но если вы хотите быть визажистом, то нужно, на мой взгляд, знаете как, ну, что-то больше, чем просто желание, визажистом. Понимаете? Понимаете? Нужно, нужно что-то больше, чем просто потребность в этом. И уже сейчас, на данный момент, вы можете найти для себя такие, ну, такие рычажки, такие аспекты, которые, соответственно, можно реализовать уже сейчас. Как справиться с этим? С чем справиться? Понимаете, Марина, справляться, вот, справляться с тем, что происходит, не нужно. Потому что не бывает такого почти никогда, чтобы человек, значит, работал на нелюбимой работе, потом нашёл какую-то другую работу и стал от неё вообще, там, кайфовать. Ну, не бывает такого, как правило, не бывает. Как правило, как правило, у человека есть определённые проблемы именно в отношениях с работой. Это да. Так оно и есть. Но это отношение к работе, оно совсем не то же самое. Да. Ибо за этим стоят определённые чувства, за этим стоят определённые мысли, установка, убеждения, взгляды и так далее. И если вас что-то задевает, ну, вот, то, что вы, там, работаете, вот, вы работаете, да, на нелюбимой работе, как вы говорите, вам не нравится наша работа. И вы не можете относиться к ней, как к работе. Значит, для вас это способ, такой способ выразить свои, значит, чувства, свои эмоции, свои потребности, свою какую-то энергию. Вы так выражаете её, таким образом вы выражаете то, что не можете выразить другим путём, другим способом. Вот. Но если вы будете работать на любимой работе, и если вы будете, значит, довольны работой, которая, которая, ну, вот, которую вы ищите, то вы потеряете для себя возможность, вы потеряете для себя возможность, всю возможность, выражать свои чувства, которые у вас есть сейчас. И вот, если честно, я не думаю о том, что это хорошая идея. Если честно, я думаю, что нужно начать, начать именно с того, что вы, вы подсознательно ищите пути для того, чтобы выразить свою вот эту вот ненависть, которая у вас есть. Ненависть, это детское такое чувство, это такое, знаете, архаичное немного чувство, связанное оно с защитой. То есть, для вас работа, это угроза, для вас работа, это прям вот какая-то опасность. Опасность. И поскольку работа представляет из себя трудовую деятельность, то и ориентироваться здесь нужно именно на неё, на трудовую деятельность. То есть, что для вас такое трудовая деятельность? Хотите ли вы трудиться? Получаете ли вы удовольствие от процесса? Получаете ли вы такое чувство, что вот то, что вы делаете, да, это напрямую соответствует вашей модели, ну, вашим ценностям, да. Вот допустим, изначирование, это, допустим, стремление к красоте, да, это стремление к красоте. Это стремление к совершенству. Хорошо. Насколько это стремление к совершенству развито у вас? Насколько оно сильно, насколько оно, это стремление к совершенству влияет на вас? Насколько оно, ну, определяет то, что вы делаете, да. Вот. Не обесцениваете ли вы то, что делаете другой, другого типа, понимаете. Не обесцениваете ли вы другой тип деятельности через вот, собственно, это. Об этом всем нужно подумать. И справляться значит подавлять, понимаете. Поэтому я думаю, что вы молоды, да, и будет, кстати, вот вы молоды, у вас уже есть семья, да, у вас уже есть муж. Вот тоже здесь нужно подумать, к чему такая спешка, да. То есть, по какой причине вы, ну, уже двадцать лет замужем, да, и так далее. Вот при том, при том условии, да, что вам, ну, вы явно не счастливы до конца. То есть, вы, вы не чувствуете себя счастливой, потому что работа. Вот. И как у вас с мужем, с мужем вот есть, ну, вот как, как у вас с мужем договорённость обстоит насчёт работы, да. То есть, должны ли вы работать, как бы, или нет, да. Ну, когда вы решили, что будете копить на, скажем так, на работу визошистом. Ведь, а, когда-то же решили, да, и, соответственно, а что было до этого. Вот. Когда вы устраивались на работу, что вы ожидаете? Умеете ли вы видеть плюсы в том, что происходит с вами? Ну, вообще с вами, да, не только вот с вами, а вообще с вами. Вот. Умеете ли вы видеть плюсы в этом? Ну, вот просто. Понимаете? Какой момент. Момент. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, что здесь нужно вот это всё обязательно определить. Обязательно нужно выделить, выделить эти все моменты. Для вас, хотя бы, для вас, для вас самой. Потому что сейчас вы мечтаете о том, чтобы быть визажистом, потому что вполне возможно, что у вас нет этой работы. И вы мечтаете о ней, как, ну вот, об этой профессии, как о чём-то недостижимом. Но работа, понимаете, работа, это постоянно. Это работает человек постоянно. Он постоянно что-то делает, он постоянно этим занимается. Хочется или нет. Вот. Особенность рабочей деятельности именно в том, чтобы человек, как бы, чтобы он, как бы, делал что-либо вне зависимости от того, хочет ли он этого или нет. А вы? Вы готовы заниматься работой, да, готовы заниматься визажированием вот так? Но если вы готовы делать, если вы готовы заниматься визажированием вот так, да? Если вы готовы, то, соответственно, может быть, вы готовы и какой-то другой деятельностью тоже заниматься только здесь и сейчас. Вот. Составьте, постарайтесь, постарайтесь, по крайней мере, да? Поставайтесь составить себе, значит, план того, как вы идёте, значит, ну, план того, как вы достигаете, эм, своей, э, мечты. Вот. Понимаете? Вот. Составьте план. Чёткий, э, чёткий и понятный план. Чтоб вы знали, что и как делается для этого. Вот. Понимаете? И я думаю, что, чем чётче у вас будет этот план, э, тем лучше. Вот. Понимаете? Я думаю, я думаю, что, э, так. Вот так, э, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Э, интересный, конечно, у вас вопрос. Вот. Э, интересный вопрос, связанный с работой. Я бы сказал, что, э, здесь, э, есть, э, почва для индивидуальной работы, э, с психологом. Я думаю, что за вашим, вот, за вашей нервностью к работе скрывается что-то ещё, скорее всего, страх. Вот. Э, э, правда, чего страха? Это всё, детали, как и, а, концентрация, э, внимания на, мечте. Вот. Может быть, есть даже, такая, некая, некая детскость, э, вот. Э, э, вот. Но это, э, всё выясняется, выясняется, в процессе индивидуальной работы. Вот. Так что, э, я думаю, э, я думаю, что, э, 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 подумайте. Подумайте, чего вы хотите. Подумайте, так ли вы хотите, э, э, работать именно визажистом. Э, э, ну, подумайте о том, э, что, что это работа для вас. Э, э, я думаю, так. Я думаю, так. И, чтобы быть счастливой, э, в работе, э, нужно, э, нужно, э, э, любить любую работу. А если вы не любите любую работу, то вряд ли вы будете счастливым, занимаясь, и, э, тем, что, вот, к чему вы так долго шли. Почему так? А то просто, потому что, э, э, мечта, являясь мечтой, э, всегда воспринимается человеком, как, э, э, что-то очень ожидаемое. И вы сейчас, скорее всего, от своей мечты, мечты, от своей, вот, работы, мечты, э, ждёте чего-то такого невообразимого, чего-то такого уникального, волшебного. А когда начнёт работать, это будет просто обычная работа. И, э, скорее всего, вы будете испытывать, э, не что иное, как разочарование. Вот. И опять будет ненависть. Понимаете? Поэтому я думаю, что работать, э, работать, именно работать, нужно получать удовольствие от процесса, и от процесса любого, по возможности. Вот. Именно любого процесса, а не только каких-то условий. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!